Дорогие любимые, сегодня мы хотим вам поведать о наших планах на зиму, на празднование Нового года. Мы приглашаем вас в наше эко-тело-ретриты, куда бы вы подумали, самая теплая экзотическая страна. И говорят по преддвериям, что Бог Солнца создал Бали, когда был в хорошем настроении. Вот мы как раз туда поедем за хорошим настроением. Я очень подробно вам расскажу про мастеров, а у Лены хочу спросить про саму страну, что тебя в ней привлекло? Ну, меня в Бали привлекают своими сумасшедшими закатами, заливами, отливами и в целом природой. Да, бывает, что ты не найдешь. Да, кстати. Но для кого-то это минус, а для кого-то это возможность помедитировать, повдохновляться энергией природы и почувствовать себя в единстве с ней, ее частью. Кстати, по поводу приливов и отливов. Вы знаете, что жидкостными средами управляет в теле Луна. И именно Луна пульсирует эту уникальную страну, и мы там будем работать с лимфосистемой. Поэтому различного рода практики, которые активизируют и разжижают лимфы, такие как дыхательные упражнения, как самомассаж брюшной полости, как фейс-йога, который также активизирует лимфу в области наших лимических мышц, мы обязательно будем делать закаливание, обязательно будем медитировать на Луну и даже петь на нее. Но, кстати, Луна также пульсирует, отвечает за творчество. Луна в гороскопе натальном, я имею в виду, отвечает за творчество. И мы там обязательно займемся творчеством. Почему? Потому что я туда пригласила выдающихся художников, которые дадут мастер-классы. И мы будем учиться живописи и сами станем творцами, как писать, какие есть правила импровизации, писать мандалы и так далее. Более того, по поводу творчества мы познакомимся с ведической астрологией, поскольку мной приглашен туда выдающийся астролог Евгений Лепихин, ведический астролог, который вам также расскажет о всех планетах, о домах и гороскопах, которые усиливают вас в рамках вашей натальной карты. Я бы еще хотела добавить, что как туристы вы увидите Бали с разных точек зрения, потому что мы будем не только на побережье проживать, мы еще какое-то время будем находиться в Убуде. Это главный город-центр всех художников, ремесленников, в общем, всех людей, связанных с искусством. Да, там колоссальное количество галерей, выставок. И нас будут сопровождать экскурсоводы, которые расскажут вам об уникальности тех или иных живописных полотен, традиций, художников и так далее. И о самом городе, об его истории. И, мне кажется, помимо этого, там изумительные фрукты, друзья. Это тоже очень важно, потому что во время детокса, поскольку все эко-телоретрит подразумевают очищение тела, правильное питание. И, представляете, зимой в Москве холодно и зябко, и нет свежих фруктов и овощей, все привезенное, как минимум, из Израиля. А здесь мы питаемся прямо сорванной из пальм кокосы, авокадо, которые заменяют те необходимые аминокислоты, которые требуются нашему телу для строительства белка. Более того, божественный манго. Говорят, что манго – это самый женственный фрукт. Да, мы будем его вкушать, конечно же, но его нужно заслужить. Поэтому прямо сейчас нужно сфокусировать внимание, сформировать намерения и сказать себе, да, этот Новый год я буду встречать на Бали. И не только Новый год, я хочу заметить, что мы пробудем на Бали ноябрь, декабрь, январь и часть февраля, поэтому любой из вас может присоединиться в те даты, которые вам будут удобны. Да, родные, надеюсь, нам удалось вас убедить праздновать Новый год нетрадиционно. Ну, то есть не голубой огонёк, да, и стал отца личный, а прекрасные восходы на Бали, приливы и отливы и манго. Друзья, ну что ж, ждём вас на йога-ковриках. Всегда ваша Елена Екатерина. Субтитры создавал DimaTorzok